Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Марлен Измайлов, шеф-редактор газеты про город Рязань. Я надеюсь, он нам расскажет о новой газете, которая планирует совсем скоро выйти в нашем городе. Здравствуйте, Марлен! Добрый день! Да, совсем скоро выйдет новая газета в Рязани, газета про город. Издания совершенно новые, я думаю, для этого региона, и изданий подобного формата, вероятно, не было. Первый выход у нас 22 августа, сейчас мы активно готовим его к печати. Марлен, вообще считается, что печатные средства массовой информации несколько отходят на второй план. Большая часть населения обращает внимание на телевидение, на интернет, оттуда черпают информацию. Чем вы планируете привлекать читателя? Безусловно, тренд существует, тренд, который говорит нам о том, что печатная пресса потихонечку сворачивается, особенно на западных рынках это видно. Но у нас есть практические примеры здесь, в России. Газеты под брендом про город выходят в 16 регионах, Рязань будет 17 регионом. И вы знаете, аудитория, читатель нам показывает, что этот формат им интересен. Они за него голосуют, вытаскивая каждую неделю газету из ящика. Газета бесплатная, она 110-тысячным тиражом разойдется по почтовым ящикам Рязани. И в сущности мы всегда стараемся добиваться одной простой вещи, чтобы газета про город вошла в бытовую привычку горожанина. Каждое утро, в субботу он отправляется за корреспонденцией к почтовому ящику и достает интересное чтиво к завтраку. Садится, завтраком ее читает. Мы такую модель потребления нашего издания представляем и стараемся, чтобы читатели так это и потребляли. Действительно, конечно, интернет и телевидение сейчас занимают огромную часть внимания читателей. Но иногда людям интересно отвлечься и от гаджета, и от телевизора, и развернуть обычную газету. При том, что сама газета у нас очень тесно переплетается с нашим же интернет-ресурсом. Параллельно с газетой запускается интернет-портал про город, и вся информация у нас тесно переплетена. Например, какие-то дополнительные фотографии, видеоматериалы, справочную информацию, которая имеет отношение к данному материалу, который читает наш читатель. Он в любой момент может получить в интернете. У нас есть специальная система шортеров, когда очень простой адрес, благодаря которому читатель может легко найти эту информацию на сайте. Прямо моментально. Мы ведь с вами знаем, что это в том числе и развивается мобильный интернет. Поэтому чаще всего у человека под рукой еще есть смартфон, с которым он может получить дополнительную информацию на сайте. Итак, Марьян, что же за формат? О чем вы собираетесь рассказывать рязанцам со стороны с газетой? Про город – это газета народных новостей. Мы сами называем этот формат гиперлокальным. То есть, по сути дела, мы пишем о том, что происходит на соседней улице, что происходит в соседней семье, или что происходит на совершенно бытовом уровне у жителей нашего города, в данном случае у жителей Рязани. Этот формат и привлекает к себе внимание. Людям интересно читать о себе. Вот каждый номер, есть у нас определенный стандарт, каждый номер в газете появляется не менее 60 простых жителей Рязани. Каждый из них рассказывает о своих радостях, бедах, проблемах, каких-то успехах. И все это наполняет контент газеты. Большую часть информации нам несут сами читатели. Ну, а какие-то события, которые будут происходить в городе культурные, вы будете освещать в своем здании? Да, безусловно, набор ключевых новостей городских, он на страницах газеты будет. Но я думаю, что все-таки основной превалирующий контент – это народные новости. Вот вы сказали, что будет наполнено какими-то нашими с вами проблемами. Сейчас вообще существует такое понятие, как социально-ответственная журналистика. Это то, что, наверное, каждый из нас в какой-то мере пытается делать. То есть помогать людям в решении их проблем. Вы на страницах газет собираетесь только рассказывать об этих проблемах или все-таки как-то помогать решать их? Хороший вопрос. На самом деле у нас есть такое явление. Везде в регионах мы уже сформировали определенные отношения к этому. Мы это называем эффект про города. То есть действительно есть такой эффект. К нам обращаются люди с совершенно такими обыденными, в какой-то степени даже банальными проблемами. В плохом состоянии двор. Человек не знает, куда обратиться за простым вопросом, получить ответ. Мы о таких вещах пишем, указываем конкретных людей и берем комментарии. То есть мы где-то даже обеспечиваем связь между простыми людьми и структурами, организациями, которые могут в чем-то помочь. Это могут быть государственные органы, это могут быть даже предприниматели, с которыми мы выстраиваем такие мостики. И люди получают реальные, ощутимые результаты. Мы стараемся, чтобы так было. На сегодняшний день мы, наверное, все привыкли, что бесплатные газеты – это по большей части газеты рекламного характера. Какую часть контента в вашем издании будет занимать реклама? Примерно половину. Наша газета так устроена, что контент новостной, информационный перемежается с рекламной. Газеты финансируются только за счет рекламы. Других источников средств нет. Поэтому мы работаем активно на рекламном рынке. И благодаря той подаче, которую мы обеспечиваем информацией, мы считаем, что реклама у нас весьма эффективная. По поводу подачи. Иногда, когда открываешь рекламную газету, мы видим исключительно какие-то рекламные баннеры. В каком виде у вас подаются рекламы? Может быть, это действительно какие-то занимательные статьи, которые будет интересно читать? Наш основной способ донесения информации – это заметки, статьи, какие-то даже краткие фоторепортажи. Мы стараемся не просто описать товароуслугу, а показать модель ее потребления, модель использования. И даже какую-то дать нашим читателям показать некие хитрости или особенности, можно назвать лайфхаки, благодаря которым можно это сделать лучше, использовать выгоднее, получить наилучший результат за те же деньги. Вот через это мы подаем информацию. Марлен, по поводу аудитории. С вашей точки зрения, на кого это издание в первую очередь будет рассчитано? Ну, про город – это массовый продукт. То есть мы стараемся делать свои материалы таким образом, чтобы они были интересны любому жителю Рязани, независимо от уровня образования и уровня социального статуса. При этом интересны они должны быть всем. То есть это, конечно, задача непростая, вы как журналисты хорошо понимаете, но мы, во всяком случае, стараемся. У нас есть стандарт, когда мы поднимаем только те темы, которые интересны 70% горожан, не менее. Поэтому аудитория очень широкая. И в газете как раз разноплановые материалы, которые могут быть ориентированы практически на всех читателей. Ну, мы с вами сказали уже о новостной составляющей, социальной, рекламной. Что-то развлекательное будет? Мы же с вами знаем, что многие берут газеты только тогда, когда можно прочитать там гороскоп или разгадать какой-нибудь сканворд. Что-то подобное будет? Ну, сканворд, безусловно, обещаем. Сканворд будет. А помимо этого, мы формируем всегда команду журналистов, людей, которые не спят, им интересно что-нибудь сделать. Поэтому они все время придумывают интересные способы подачи информации, какие-то штуки организовывают в городе, которые привлекают внимание. Они могут инсценировать какую-то сценку и посмотреть на реакцию прохожих. И такой репортаж у вас будет на страницах газеты. Мы можем, например, ну, вы знаете, популярная штука – фотографироваться, выкладывать в интернет в разных местах города. То есть мы можем проехать по городу, посмотреть памятники и места и, например, показать читателям, как это можно сделать. Обычно это привлекает внимание, люди считают интересно. Ну что ж, мы с нетерпением будем ждать первого выпуска. Спасибо, что сегодня вы нашли время к нам прийти. Мы желаем вам успехов, удачи и развития на Рязанском районе. Спасибо большое. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова